МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые и перспективные глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в торжественной церемонии чествования лучших выпускников ЧИГУ имени Ульянова. Село в порядке, страна в достатке. Как проходит сельхозперепись Чуваши? Доступница и покровительница православные отмечают День Владимирской иконы Божьей Матери. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они молоды, талантливы и амбициозны. Сегодня уже в шестой раз чествовали лучших выпускников Чувашского госуниверситета. В этом году мероприятие впервые прошло в стенах театра оперы и балета. О дальнейших планах молодых специалистов узнавала наша съемочная группа. ЧГУ – один из ведущих университетов республики. В этом году он получил госфинансирование на развитие пилотных проектов по созданию и развитию инжиниринговых центров. Глава Чуваши Михаил Игнатьев подчеркнул, поддержка молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти. Сегодня это огромные средства, уважаемые коллеги и друзья, которые вкладываются со стороны государства. Это инвестиции молодых людей, инвестиции в умы людей. И эти инвестиции, конечно, должны дать уже в реальном секторе экономики, в социальной сфере образования, здравоохранения, в культуре, в спорте и других сферах соответствующий результат. Казалось, только вчера они переступили порог университета, а уже сегодня ребята в «Синих мантиях» и «Конфедератках» принимают поздравления. Каждый из 100 лучших выпускников активно участвовал в студенческой жизни, реализовал себя в научной, спортивной, культурной и общественной сфере. У меня больше творческая и общественная деятельность, потому что непосредственно я участвовал во всяких студвездных, прочих мероприятиях и научных конференциях. Было, конечно, сложно, потому что я стопроцентный гуманитарий, но труд и упорство делают свое дело. И нисколько не пожалела. У меня хорошая работа, мне очень все нравится, и дальше-дальше развиваться буду. Буду поступать в магистратуру обязательно. Дальше планирую трудоустроиться в чебоксарскую компанию «Кейс Системс». Там я сейчас прохожу стажировку. В этом году ЧГУ выпустил более трех тысяч молодых специалистов, врачей, инженеров, экономистов, журналистов. Университет совместно с ведущими предприятиями Чувашии реализует ряд образовательных проектов. Поэтому вопрос трудоустройства перед выпускниками не стоит. Мы очень надеемся, что большая их часть останется в республике, потому что последние годы в республике создаются так называемые высокотехнологичные рабочие места. Я уверена, что современные студенты, выпускники вузов, выпускники техникумов станут новаторами на своих предприятиях, и они принесут новации, новые технологии для дальнейшего развития экономики республики. За спиной выпускников опыт и знания получены в университете, а впереди большое будущее. И каким оно станет, зависит только от них. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Около 200 миллионов рублей поступит в Чувашию из Ростуризма на завершение строительства этнокультурного комплекса Амазония и экопоселения Ясна. Работу на объектах сегодня проинспектировал председатель правительства Чувашия Иван Моторин. Сейчас в этнокультурном комплексе Амазония, что в парке 500-летия Чебоксар, завершено строительство лестницы влюбленных и озера. Идет строительство развлекательного комплекса. Готовятся документы для аквапарка, гостиничного комплекса и комплекса Тухья. Он должен расположиться в центре этой площади. Практически все инженерные объекты достроены. Проложена система водоснабжения, ливневой канализации, линии электроснабжения и наружного освещения. Внутри парка установлено 5 трансформаторных подстанций. Проведены пусконаладочные и испытательные работы. Однако заказчик, инвестор и подрядные организации не могут решить организационные вопросы и подписать документы, чтобы сети заработали. Нет зачастую синхронизации. Очень много подрядных организаций, которые между собой не координируются каким-то генеральным подрядчиком. У него и нет генподрядчика. Соответственно, возникает очень много изменений в проектах, пересечений. В моем понимании, эти моменты должны сниматься на строительной площадке с участием проектных институтов, эксплуатирующих организаций, ну и, соответственно, заказчиков. Здесь эта нестыковка на данном проекте. Она присутствовала и три года назад, и дебаты остаются и сегодня. Один из таких вопросов – 300-метровый участок дороги, который ведет в экопоселение Ясно. Подрядчиком здесь выступал Чуваш Автодор, но объект не завершили. Кроме того, три года решается вопрос о переводе участка земли из федеральной собственности в муниципальную. На этой неделе, заверил министр культуры Константин Яковлев, земли должны быть переведены. Нестыковка касается той части – это вопросы согласованности в некоторых моментах. Некоторые вопросы возникают. Я думаю, сегодня как раз этих ряд вопросов мы рассмотрели. Я думаю, соответствующие будут приняты решения со стороны Министерства культуры и со стороны правительства. Я думаю, все вопросы будут устранены в ближайшее время. Сейчас в экопоселении построено три гостевых двора. Еще три скоро будут готовы. Планируется музей РОН и центр целебного питания. Несмотря на строительные работы, сюда уже приезжают туристы и знакомятся с экопоселением. Создание такого туристско-реакреационного кластера на основе двух комплексов позволит увеличить турпоток в республику практически в три раза. Появится более полутора тысяч новых рабочих мест. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Село в порядке, страна в достатке. Под таким лозунгом проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016. В Чувашии к этой широкомасштабной акции привлечены более 560 переписчиков. Им предстоит обойти 260 тысяч объектов. Сегодня вместе с сотрудниками Чуваштата в Чебоксарский район отправилась наша съемочная группа. Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится в стране каждые 10 лет. От ее результатов зависит эффективность агропромышленной политики. В этом году задача – определить уровень развития села. Нас сейчас больше интересует, какая инфраструктура сложилась на селе, какая товарность сельхозпроизводства, насколько это рентабельное производство, какой техникой пользуются наши товаропроизводители. Ну и у переписчика изменились условия. Если в последней переписи за 25 дней мы переписывали, проводили перепись, и она длилась всего 25 дней, то сейчас она будет длиться 46 дней. Одно из главных условий, необходимых для успешного проведения переписи на селе – это доверие, считают организаторы. Для того, чтобы втянуться в работу, найти нужные слова и аргументы в разговоре с респондентами, переписчикам рекомендовали начать со знакомых. Такой рекомендацией воспользовалась и Надежда Дьячкова, начавшая перепись со своего родственника. По всем правилам. Здравствуйте. Я Дьячкова Надежда Васильевна. пришла на сельхозперепись. Очень приятно. Можно посмотреть, что это я. Ну, все хорошо. Будем описывать ваше хозяйство, ваше домохозяйство. Давайте попробуем. Весь опрос занял всего 15 минут. Затем житель вурман Косов Юрий Дьячков в добром настроении был готов ответить на наши вопросы. Все нормально, все понятливо, объясняют. Все же на виду, все равно же все на виду. Не боялись такого, ничего не было. Все по обоюдным согласиям, как говорят. Все нормально, ничего не было такого. Они хорошо объясняют сами вопросы, как там мы отвечаем тоже на вопросы. Так нормально. Отказов не было, все хорошо вроде принимают. Сейчас на сегодняшний день 50 хозяйств прошли. Сложных вопросов таких нет. Это все равно из положения можно выйти. Перепись проводится строго со слов опрашиваемых. Кур в курятнике пересчитывать никто не будет. На месте переписи нет информации о владельцах. Полная конфиденциальность гарантируется. Кроме того, при подсчете данных будут опускаться и названия населенных пунктов. Останутся только районы. Конечно, гражданин имеет право отказаться от участия в переписи. Но все же лучше довериться переписчику. От того, насколько полной будет собрана информация, зависит и объемы господдержки, и дальнейшие планы социального развития села, а также множество других аспектов. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. За последние три недели в Чувашии утонули 16 человек. Спасатели предупреждают. Нельзя купаться в необорудованных местах и непроверенных водоемах. Нельзя подходить к воде в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра. Сегодня председатель Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров специально приехал к нам в студию, чтобы напомнить и о приемах спасения на воде. Если видим, кто-то просит о помощи, или видим, что человек тонет, здесь буквально секунда на размышление, нет ли поблизости каких-то подсобных средств для спасения. Веревка, тот же круг, возможно лодка, или какие-то другие. Кусок, дерево. Да, ветка или что-то. Посмотрел, нет ничего. Тогда уже подплывая к нему, надо сделать так, чтобы подплыть к нему сзади, потому что инстинкт самосохранения человек начинает хватать спасающего своего спасателя. Соответственно, может быть такой захват, что сложно будет потом выпутаться обоим. Поэтому, первое, это если есть возможность поднырнуть под него, схватить его за ноги, за бедро, за волосы, если есть, или одежда. Одежда, соответственно, потом уже вместе с ним, повернув его спиной к себе, чтобы он спиной оказался, а не лицом, уже выбираться на берег. Православные всего мира отмечают сегодня день Владимирской иконы Божьей Матери. Для Чуваши этот образ имеет особое значение. Архиепископ Казанский Гурий по указанию царя московского Ивана Грозного в 1555 году привез эту самую чтимую святыню Московской Руси в Чебоксары. И здесь архиепископ Гурий заложил Веденский собор будущий и в благословение горожанам даровал эту великую святыню. С тех пор уже больше четырех с половиной веков Владимирская икона Божьей Матери хранится в нашем городе Чебоксары и в Веденском соборе. Пять лет назад в память об этом событии рядом с Веденским собором была возведена церковь Владимирской иконой Божьей Матери. С самой же иконой связано немало чудес. Так Владимирская икона Божьей Матери трижды заступалась за Русь, спасая ее от нашествия ордынских ханов. И в Чувашии Владимирская икона сотворила маленькое чудо. Наверное, самое главное событие, связанное с этой иконой, это ее спасение от пожара. Первоначально храм, построенный в 1555 году, загорел, буквально не дожив до своего столетия. Но что самое интересное, загорел храм, была уничтожена его утварь, и лишь только одна Владимирская икона сохранилась. И по сей день чудотворная икона помогает верующим. К ней приходит молиться о смирении враждующих, исцелении и сохранении целостности российского государства. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Еще три клуба Чувашии получат по 5 миллионов рублей на переоборудование кинозалов. Центральные клубы поселка Вурнары, городов Мариинский, Посад и Цивильск стали участниками федеральной программы поддержки кинозалов, расположенных в населенных пунктах до 100 тысяч человек. Основная задача программы – финансировать создание новых кинозалов, в населенных пунктах, жители которых не имели возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. На один кинозал безвозмездно выделяется до 5 миллионов рублей. На эти средства необходимо приобрести цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, система для 3D-показа, кресла. В Федеральный фонд социально-экономической поддержки и отечественной кинематографии поступило более 800 заявок из 76 субъектов Российской Федерации. В этом году средства уже получили Дворцы культуры Канаша, Шумерли и кинозал в Алатаре. Пожалуй, самый необычный праздник, который придумало человечество – День поцелуев. Отмечается он в самый разгар лета – 6 июля. Несмотря на легкомысленное название, это официальный международный праздник. Мы вышли на улицы города, чтобы узнать, как к нему относятся жители Чувашии. Обмен между двумя душами – такое определение дал Платон поцелую. Действительно, поцелуй – это не просто знак любви и доверия, это символ, который заменяет множество слов. Люди не просто целуются каждый день и час, но делают поцелуй темой произведений искусств, а также устраивают различные праздники поцелуев. Когда нас переполняют эмоции, страсть, нежность, умиление, восхищение, почтение, нам инстинктивно так и хочется прикоснуться губами к объекту наших чувств. Во всем мире люди чувствуют неосознанную потребность целоваться. Это стремление врожденно и существует столько же, сколько существует человечество. Считается, что поцелуй увеличивает иммунитет, повышает настроение и даже делает человека, который любит целоваться, успешным и здоровым. Стоматолог уверяет, что при достаточной любви к поцелуям даже очищается микрофлора рта, а зубы становятся блестящими и белыми. А если бы мы с вами рассматривали мужеско-женские отношения, то мужчине, который предъявляет претензию женщине, и наоборот, кстати, можно очень здорово применить поцелуй, заставив его замолчать. Одна из самых красивых легенд гласит, древние люди, придумавшие поцелуй, верили, будто дыхание содержит душу. Именно поэтому соединение дыхания целующихся влюбленных – своеобразная свадьба душ. Тем не менее, не во всех странах принято целоваться. Например, папуасы вместо поцелуя обгрызают ресницы любимого. Жители острова Бали слегка касаются друг друга лицами. Влюбленные таитянцы танцуют, трутся носом, а нос партнера. А в столице Чувашии жители с удовольствием целуются и всех поздравляют с праздником. Когда люди целуются, это даже полезно, установили ученые. Ну, вот так. Когда поцелую, лишний раз доказывают, что люди любят друг друга. Такой праздник вообще нужен? Думаю, нет. Почему? Это нормальное, естественное состояние, когда хочешь поцеловаться. Зачем нужен специальный праздник? Мы каждый день целуем своих внучек, обнимашки каждый день у нас. Так что для нас праздник каждый день. Я обязательно поцелую сегодня свою жену. Поздравляю всех с этим замечательным праздником. Пцелуйтесь на здоровье, радуйтесь, наслаждайтесь. Всех поздравляю с днем поцелуев. Больше целуйтесь. Родиной Всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце 19 века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник. В России же на него обратили внимание буквально несколько лет назад. И сейчас в разных городах нашей необъятной страны проходят различные конкурсы поцелуев. Конечно, к празднику приуроченные попытки ставить рекорды в поцелуйной области. А это не так уж и просто. Так, например, самый продолжительный поцелуй, занесенный в книгу рекордов Гейнесса, продолжался 58 часов 35 минут и 58 секунд. И установила его пара из Таиланда. Самый массовый поцелуй состоялся в Мехико. В акции одновременно приняли участие более 39 тысяч человек. А в Шанхае 20 влюбленных пар соревновались в поцелуях под водой. Результат чемпионов – минута и 20 секунд. Конечно, конкурсы конкурсами, но одно можно сказать точно. Люди по всему миру целуются, потому что им это нравится. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова